здравствуйте уважаемые любители боевых искусств я роман карасев и вы смотрите видеоканал планета дзюдо сегодня я хочу сделать поверхностный краткий анализ завершившегося олимпийского турнира дзюдоистов безусловно игры в токио вошли в историю человечества и не только потому что они были проведены не в назначенные сроки а лишь через год но это не главное для адептов дзюдо и вообще боевых искусств игры в токио стали знаковыми по двум причинам первое это включение в программу олимпиады карате второе это командный турнир дзюдоистов меня как человека большую часть жизни исследующего дзюдо конечно же больше интересует итог турнира дзюдоистов поэтому я уважаемые видео зрители позволю начать свой анализ свое тотальное превосходство продемонстрировали японские спортсмены и думаю вряд ли найдется человек интересующийся дзюдо кто сомневался бы в результате который покажут спортсмены этой страны из 14 весовых категорий в 9 золото плюс серебро и бронза не знаю кто в будущем сможет перепрыгнуть это достижение или хотя бы показать такой же результат ну кроме самих же японцев команда дзюдоистов японии была не просто сильна она была подготовлена во всех отношениях и технически и физически и что не менее важно психологически что не позволило усомниться кто в доме хозяин думаю многие заметили с каким спокойствием выходили все японские дзюдоисты на татами на их лицах была полную уверенность и конечно же настроение праздника хотя и на всех предыдущих олимпиадах начиная с 1964 года японские дзюдоисты всегда получали свои комплекты медалей и без золота не обошлась как мне кажется ни одна олимпиада я смею предположить что одним из факторов того что хозяева олимпиады добились такого результата может быть тот факт что после олимпийских игр 2016 года которые проходили в рио-де-жанейро произошли изменения в руководстве федерации дзюдо японии президентом стал ясухиро ямасито к тому же он возглавляет олимпийский комитет японии в общем такой капитан сможет дотянуть до олимпа кого угодно к тому же ямасито является членом международного олимпийского комитета и я не удивлюсь что вполне возможно он будет следующим президентом международного олимпийского комитета не знаю как вы уважаемые зрители но я бы ни за что не поставил на спортсменов из косово будьте игроком в тотализатор ну уж не мог я себе представить что это маленькая страна сможет заполучить свою историю две золотые медали в программе дзюдо исключение может быть составляла мелинда кельменди которая наоборот удивила всех своим проигрышем в первом же поединке видимо тренер сборной косово владеет какой-то секретной методикой которая позволяет совершать такие чудеса его спортсменами не удивлюсь что эти две медали станут единственными для всей олимпийской сборной косово приехавшие в токио к слову сказать вся команда косово состояла всего из 11 спортсменов 5 из которых были дзюдоистами вроде бы в косово президент не дзюдоист но что вытворяют немного расстроили французские дзюдоисты которые могли бы более успешно выступить в личном турнире а командам я скажу чуть позже все ждали троечку от французского мешки тэдди тэдди риннера который как мне думается был готов к этому но как видим судьба распорядилась иначе в поединке с российским дзюдоистом тамерланом башаевым в спорном но по крайней мере для меня моменте он проиграл но все равно смог стать третьим несмотря на это свое золото французы получили к тому же есть серебро и бронза из 14 участников олимпийского турнира дзюдоистов 7 медалей результат довольно внушительный четыре финала это сборная грузии на мой взгляд показанный результат заслуживает громких аплодисментов и большого уважения хотя грузинские дзюдоисты всегда были в числе фаворитов на всех международных турнирах и олимпийских играх но чтобы быть в четырех финалах это я думаю войдет в историю грузинского дзюдо на многие годы к сожалению для всех грузинских болельщиков лишь один финал стал счастливым олимпийским золотым но это я думаю не испортило праздник для веселых грузинских болельщиков к тому же если добавить к этому этнических грузин выступающих за другие страны то количество завоенных медалей увеличится и вместо четырех станет 5 чудом из чудес можно считать золото олимпиады лукаса карпалика чешского дзюдоиста выступающего категории свыше 100 килограммов сборная чехии на турнире дзюдоистов была представлена всего двумя спортсменами но это не помешало им завоевать одну медаль и к тому же золотую результат достоин уважения я не знаю кому еще удавалось стать двукратным олимпийским чемпионом в дзюдо выиграв медаль в разных весовых категориях карпалику это удалось он зашел на олимп 2016 году в рио в категории до 100 килограммов и в токио снова он на олимпе но уже в категории свыше 100 килограммов анализ методики подготовки достоин исследования к тому же карпалик является еще и двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом европы также в двух весовых категориях остается лишь снять шляпу перед этим достижением самого лукаша карпалика и его тренера петера у васева мне хочется оставить в стороне от обсуждения ныне бонгольского а в прошлом иранского дзюдоиста малай саеда я думаю ему стоит дать специальный приз от международного олимпийского комитета как спортсмену который прошел через огонь воды и медные трубы чтобы стать не только участником олимпийских игр в токио но и обладателем серебряной медали чемпион мира 2018 года в баку выступая за иранскую команду думаю даже и представить себе не мог что на олимпиаде в токио будет представлять другую страну но как говорится невозможное возможно и в его случае причина я думаю многим известны что заставило этого спортсмена сменить гражданство политика дело тонкое но видимо малай был к этому готов и с помощью международной федерации дзюдо дело было сделано его приняли в монголии за что наверное он также должен сказать большое спасибо обеим сторонам давшим ему такой шанс он кстати его оправдал в полной мере чуть чуть не хватило до золота думаю это результат сильного эмоционального стресса который ему пришлось пройти за эти годы из 12 дзюдоистов участвующих в олимпийском турнире и представляющих монголию до пьедестала смогли дойти трое одна женщина и двое мужчин один из которых наш герой малай сает который к тому же принес более высокую награду для команды две другие бронзовые все любители дзюдо особенно женского безусловно ждали триумфа украинской спортсменки дарьи беладид двукратная чемпионка мира фаворит на золото олимпиады в токио думаю она сама это и не скрывала она ехала на игры за золотом но таковы уж эти олимпийские игры здесь все по другому и бывает так что выигрывает не сильнейшие физические или технически подготовленные а тот кто сможет справиться с той эмоциональной и психологической составляющей и которая присущи таким формам думаю что этот опыт будет рассмотрен тренерами беладид и самой беладид и в париже в 2024 году болельщики этой спортсменки смогут аплодировать ей стоящей на вершине олимпийского приеде стала что касается остальной сборной команды украины которая была представлена семью участниками то у них есть над чем работать потенциал большой история большая а значит все еще может быть не оставлю в стороне я думаю со мной многие согласятся успешное выступление австрийских дзюдоистов хотя австрия и не числится в числе аутсайдеров мирового дзюдо есть и двукратный олимпийский чемпион и призер олимпийских игр но в последние несколько олимпийских стартов есть явные провалы но в токио австрийцам удалось заполучить свою копилку две медали серебро и бронза одна из них бронзовая мужском разряде была получена выходцем из грузии чеченцем по национальности а ныне выступающим за австрию борчашвили шамилем кстати он рожден в грузии но потом семья переехала в чечню а после в австрию так что дорога к успеху этого дзюдоиста на олимпийские игры в токио тоже можно сказать была непростая несколько слов скажу о елдосе сметове представляющим казахстан обладатель серебра олимпиады в рио-де-жанейро тогда он уступил в финале российскому дзюдоисту бесланому дранву в токио был в числе фаворитов но уступив в полуфинале будущему чемпиону таката не смог пробиться в финал но в утешительном поединке собрался и показал свой максимум одержав победу и став обладателем второй олимпийской награды в своей карьере впервые в истории спортсмену дзюдоисту представляющему китайский тайбэй удалось завоевать медаль олимпийских игр это произошло в первый день соревнований в категории до 60 килограммов финал пробился янг юнг вэй в финальном поединке он боролся с наохиса таката и в дополнительное время получил третье предупреждение шида которая стала решающим в итоге поединка спортсмен из тайбэя увозит домой серебро олимпиады в токио удачно выступили спортсмены канады но лишь женщинам удалось взойти на пьедестал две медали положены в копилку сборной климка джессика в категории до 57 килограммов и бошемин пино катерина категории до 63 килограммов ветеран команды обладатель бронзы олимпиады 2012 года медалист чемпионатов мира антуан валуа фортье не смог добраться до медали на своей третьей по счету олимпиаде он уступил российскому дзюдоисту алану хубецову и после уже не утешался не совсем удачно по сравнению с предыдущей на этой олимпиаде выступили такие страны как корея хотя и спортсмены и смогли завоевать две медали бронзового отлива кубинские дзюдоисты остались лишь с одной медалью бронзой и дали с картисами со категорией свыше 78 килограммов нидерланды смогли увезти домой одну бронзу сани ван дайк до 70 килограмм азербайджан опустился вниз по сравнению с рио 2016 года где были завоеваны серебряная медаль рустама аруджева и еще бронзовая медаль в категории 100 килограммов я к сожалению сейчас точно не помню фамилии спортсмены и лишь на этой олимпиаде кинзерская ирина смогла стать обладательницей бронзы весовой категории плюс 78 килограмм итальянцы увозят домой две медали в женском разряде гиуфриде одетта 52 килограмма и сентракчо мария 63 килограмма сборная германии смогла положить в копилку одну медаль серебро в категории до 90 килограммов счастливчиком стал эдуард трипель венграм узбекам англичанам бразильцам и бельгийцам удалось также получить по одной медали разного оттенка хотя шансы на большее были у всех этих команд для болельщиков российской команды эти олимпийские игры стали мягко говоря провальными сложно сделать анализ такого результата сегодня думаю необходимо тщательное исследование из 13 спортсменов лишь трем удалось завоевать бронзовые медали нет безусловно медали они как говорится и в африке медали и надо отдать должное всем спортсменам российской команды кто смог дойти до пьедестала это мадина таймазова до 70 килограмм или ас ильязов до 100 килограмм тамерлам башаев свыше 100 килограммов но все же я не ошибусь если выскажу предположение что от команды ждали большего и ведь эти предпосылки были на двух последних олимпийских играх российские дзюдоисты смогли заполучить свою копилку 5 золотых одну серебряную и две бронзовые медали над подготовкой команды работают лучшие зарубежные и российские специалисты есть достаточно большая селекция к тому же на дзюдо выделяют достаточное количество финансовых срез что позволяет вести тренировочный процесс на самом высоком уровне в составе команды были чемпионы и призеры чемпионов европы мира и самых крупных международных турниров в общем ничего не мешало сборной россии показать более высокий результат но видимо что-то пошло не так что именно повторюсь надо разбираться но факт остается фактом в заключение обзора личных соревнований хочется высказать высказаться по одному эпизоду который произошел еще до начала соревнований личных это касается алжирского и суданского спортсменов оба выступает в категории до 73 килограммов по жеребьевке они должны были вначале бороться между собой а потом один из них в случае победы выходил на израильского спортсмена тахара бут буля но еще до начала соревнований увидев жеребьевку снялся фетхи нурин а после его примеру последовал мухаммед абдал расул конечно выходить или не выходить на татами дело лично каждого но я смелюсь высказать мнение что если ты уже приехал на олимпийские игры то значит ты принял правила игры и выдумывать какие-то свои причины которые могут так или иначе влиять на проведение игр здесь не имеет смысла думаю что международный олимпийский комитет примет во внимание данное происшествие и примет соответствующие меры добавлю еще если уж назвался дзюдоистом то будь добр следуй принципам дзюдо назвался олимпийцем также следуй принципам олимпийских игр играешь в спорт следуй принципам спорта ну а если ты политик то следуй принципам политики и так далее но не стоит смешивать все в одну кастрюлю и лить всем в тарелку свой суп подводя небольшой итог личных соревнований хочется отметить следующее было представлено 128 стран на турнире дзюдоистов в 14 весовых категориях 7 мужских и 7 женских медали смогли завоевать спортсмены из 25 стран остальные 103 страны не смогли должным образом по разным причинам подготовить своих спортсменов больше всех медалей получили представители европы потом идет азиатский регион и замыкает тройку панамериканский второй раз подряд олимпийские игры выиграл он шухей и лукаш карпалик смогли добиться медального успеха на вторых играх подряд терстеняк тина словения нагаси токонори япония анбао корея сметов елдос казахстан токата наохиса япония на мой взгляд и выдающихся достижений добились ортис и дали с куба который участвовал на четырех играх и на всех завоевала медали бронза 2008 золото 2012 серебро 16 и 20-х годов а также теди ринер французский спортсмен бронза 2008 золото 2012 и 2016 годов и бронза 2020 года а теперь я коснусь итогов первого командного олимпийского турнира по дзюдо было представлено 12 стран смешанных весовых категориях три мужские и три женские японцы конечно же были фаворитами они шли достаточно легко по турнирной сетке прошли своих конкурентов начальной стадии 42 с германии и 40 с командой россии с другой стороны шла еще одна команда фаворит сборная франции этой команде пришлось сложнее лишь в дополнительном поединке французам удалось одержать победу над командой израиля 4-3 а в полуфинале одолели команду нидерландов 42 в итоге два фаворита вышли в финал первого командного олимпийского турнира дзюдоистов в финале все было гораздо проще то ли японцы уже были по горло сытыми медалями и мотивация пропала то ли французы ведомые ринером и желающим реабилитироваться по итогу личных соревнований смог настроить своих товарищей и в итоге французы одержали знаменательную победу 4-1 и стали первой командой завоевавший титул чемпиона олимпийских игр а теги ринер стал обладателем третьей золотой медали олимпийских игр что касается поединков команд за третьи места то тут удивили сразу две команды сборной россии и сборной израиля одна удивила проигрышем а вторая выигрышем что касается российской команды то здесь я осмелюсь высказать мнение что по неведомым мне обстоятельствам несмотря на то что команда была заведомо сильнее своего соперника но не смогла собраться видимо что-то происходит внутри команды ведь команда и соревнования имеет особое психологическое состояние и здесь очень важно то как настроить команду тренера и какая будет мотивация у спортсменов но как стало видно не того и не другого не было как высказался журналистам после завершения олимпийского турнира главный тренер сборной хасан бетау что результат оценивает как удовлетворительный и всю ответственность за итоги турнира и формирование команды берет на себя это конечно смелое заявление с его стороны но думаю что общий анализ итога можно будет сделать из после тщательного и детального анализа всего этапа подготовки сборной к олимпийским играм и если команда то не может быть ответственным только один в команде как говорится один за всех и все за одного а вот израильская команда несмотря на свою мягко скажем провальную в личном турнире олимпиаду хотя и были явные претенденты на медали смогла собраться настроиться и выложиться по максимуму в итоге заслуженное третье место смогли себя реабилитировать саги муки и петер пальчик которые в командном турнире одержали свои победы в поединках с более тяжелыми соперниками и сборной россии такими как михаил гольниковым и тамерланом башаевым во втором малом финале сборная германии выиграла у сборной нидерландов 4-2 и таким образом стала бронзовым призером олимпийского командного турнира теперь каждая страна сделает свои выводы кто-то похвалит кто-то поругает но в очередной раз все пустятся в олимпийскую гонку ведь париж 2024 не за горами будем ждать и наблюдать и пусть всем сопутствует успех краткий анализ итогов олимпийских игр в токио 2020 2021 в программе дзюдо подготовил роман карасев до новых встреч смотрите видеоканал планета дзюдо изучайте и практикуйте боевые искусства и дзюдо